Добрый день, мои дорогие друзья! Какой же я вкусный суп сварила! Девочки, увидела рецепт на канале Ухты Кухня. Там девушка показывает такие простые рецепты, и вот решила я вот такой вот суп сварить, суп с клёцками. Когда-то в детстве, когда ещё мама у меня была молодая, она иногда варила суп с клёцками, но молочный, и мне это очень нравилось. Но не стала мамой, мама меня не научила этому, и я как-то, вы знаете, только и вспоминала, но не знала, как это клёцки эти делают. Совершенно не знала. Ну, а тут у меня была курочка, в смысле, курочка это косточка от этого, от грудки. Ну, там мяса было много, поэтому я сварила эту косточку, ободрала это мясо, мелко его порезала, добавила морковку зажаренную, лучок. Ну, морковка у меня сегодня большая, вот такую я тоже заготавливала, а потереть мне было лень. Вот, и я научилась, научилась, правда, вот можно было их поменьше делать, но вроде бы я и брала-то немножечко, а они так вот вырастают, но они вкусные. Но картошку я сюда не ложила. Вот. Сходила я на рынок и решила вот пообедать уже. Да, уже первый час можно и пообедать. Посмотрите, какой он у меня красивый, жёлтенький. Хлебушек я купила, этот самый, опять, как он, как он, так он называется, с сольном, сольном, пшеничный. Вот, очень вкусный хлеб. Вчера я не купила его, сегодня вот пошла и ещё взяла колбаски кусочек, называется она Палермо, в отделе Петруха. Петруха называется, Петруха. Вот. Вкусная колбаса. Я как-то больше раньше покупала такую более широкую, а тут вот попробовала. Мне она так понравилась, эта колбаска. Вот это я уже развернула её, и пока суп у меня грелся, я кусочек, кусочек отрезала, получила удовольствие. Также я взяла молоко, Софейку, сколько там, 2,5. Вот. И взяла баночку сгущенка, что-то мне захотелось сладенького. Сладенького, сладенького. Так что, вот так вот. Ну, вот так вот пробежала. А, не показала. Коту купила. Коту купила с рыбой. А то что-то всё мясо. Мясо я ему покупаю, печёнкой кормлю. Взяла немножко такой вот рыбной. Дорогущая, конечно. Но девушка сказала, китики-то сегодня нету, но он по 7 рублей, а это вот по 10 с копейками. Я говорю, ну ладно, давайте, давайте ему с рыбкой. Всё, мои дорогие, буду я обедать. Ну, а потом мы с вами, конечно, поговорим ещё немножко. Ну что, любовь моя, прогулялся, проголодался? Надо шмяка кормить, да? Где у нас печёнка? Шмяка, где печёнка у нас? Так, что-то ты сегодня мне не показываешь, где печёнка твоя. Так, давай достанем. Давай достанем. Пошли. Пошли, мой хороший, пошли. Да, сейчас, сейчас положу, сейчас. Сейчас в твою тарелочку положу, моя любовь. Сейчас. Так, а ну-ка слез, а ну-ка слез, а ну-ка слез. Давай, 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 без тебя никак, да? Я положу тебе и дам. Да, вчера отмачивала стакан, бумаги от стакана. Так, сейчас положу печёнки. Ой, сильно много. Он и не съедает, вы знаете, вот больше положишь, он и не съедает. Обратно в холодильник. Так, а это потом вымоем. Да? Давай, 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 давай. Вот вы говорите, надо, чтобы стояла баночка с этой, мисочка с этим, с кормом. Корм у него всегда есть, всегда. Так, темно, не видно. Темно, не видно. Ладно, лопай. Ну что, мои дорогие, пойду немножко поработаю. Хотя совсем уже не хочется выходить во двор. Травой всё позросло. Я, конечно, её уже месяц даже и близко не полю. Но, смотрите, розы пообрезала, оставила вот пару штук. Жёлтенькая расцвела. Красненькая расцвела. Они-то пупышки были. Мне почему-то жалко было их отрезать. А я сейчас пойду. Пойду листья сгребать. У меня деревьев нет во дворе. Только одна яблоня. А листьев, посмотрите, что у меня везде творится. И во дворе, и везде, и вдоль всего забора. А это потому, что у соседа вот такое вот дерево огромное. Вот такое огромное дерево. Ой, девочки. Пришла, поставила чайник, потому что, вы знаете, замёрзла. Нет, я не в одной кофте ходила. Я одевала ещё байку наверх. Вот. Но я с босыми ногами. Я в штанах. В штанах. На туфли, на босую ногу. Вот так вот не люблю я носки. Ну, конечно, в сапоги я одеваю, в ботинки я одеваю носки. Когда куда-то хожу, обуваюсь. А так, если куда-то в город, обязательно туфли. И шлёпаться на босую ногу. Вот. Нарвала полыни. Смотрите. Я её в букет никуда, наверное, ставить не буду. Не знаю. В принципе, вы знаете, от чего полынь? Вот если у вас в доме заведутся эти, как их зовут, мурашки. Это меня Алла научила. Говорит. И она мне принесла вот этот вот корешок, который я посадила. И теперь он у меня отросся. Разросся. Вот. Такая большая. Она у меня огромная. Вот я её нарываю. Сейчас она, видите, такая подсохшая. И она всю зиму будет вот такая вот стоять. Ой. Отпотел нос в доме. И у меня мурашки повозрили. У меня вот с этого угла, который у меня возле ванной, там он всегда-всегда был сырой. Когда вот у меня ещё не были оббитые, ну как это сказать правильно. Раньше у нас кухня была засыпная. Кухня была заштукатуренная. Это так вот её пристраивала бабушка. Потому что, ой, ножки заболели, ручки замёрзли. И поднялся ветер. И помешал мне доубирать. Но кучу такую огромную я собрала. Вот. Сгребла к соседу. Пусть убирает сам эти свои листики. Вот. А потом я не полностью всё это убрала. Потому что поднялся ветер. И он мне начал эти листья нести назад. Думаю, ну что я буду делать пустую работу. Зачем это надо? Опять вот сразу выходило не было. Всё гребла, гребла, хорошо. А потом поднялся и началось вот это вот ветродуй этот. Так. Так о чём я говорила? О том, что кухню эту пристраивали уже позже. Сначала построили дом. И как бы кухня, веранда была вот там, где у нас сейчас прихожая. И там же было, вот интересно было, дверь, так как она у меня есть. Рядышком было окно. Дома, с комнат, в эту прихожую. И дверь была вот так вот прямо. Не сюда, как мы выходим, а туда. А потом уже появилась здесь дверь. А потом, значит, уже пристраивали. Я этого, конечно, не помню. Я ведь была... Я ведь была ребёнком маленьким. Я не помню, когда это всё строилось. Я совсем маленьким была ребёнком. А может, это уже построили дом вообще немножко раньше, чем я родилась. Вы знаете, вот сейчас вот думаешь всегда, вот почему я, когда вот выросла, когда уже была взрослая, ну хотя бы в 17, может быть, лет, когда живы были и мама, и папа, и бабушка, и дедушка, почему я никогда не интересовалась вот этим, как это вот они пришли на это вот место, на эту землю, как они строили этот дом. Вот сейчас вот задаюсь этими вопросами, а ведь это так было бы интересно, потому что я знаю, что мама жила, мама жила где-то за Полоцким рынком, и я не знаю, это они жили, там дом был, чей это был дом, я не знаю. Потом уже мамина мама и сестра, они жили в квартире в Марковщине. А папа с бабушкой, с дедушкой, они жили здесь вот где у нас универмаг. Так, ой, чайник, чайник, девочки, чайник. Фу, 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 разболталась я, разболталась. Так, а что-то я чай не положила, заварочку. Так, много не буду, чуть-чуть, хоть кружку взяла, но не буду. чай у меня сегодня вот такой вот вы знаете я даже подумала что вот не купить ли мне таких несколько чайов на новый год как сувенирчик вот так вот чисто символически может еще что-то к этому чайку может какую-то кружечку поздравить поздравить так вот такая вот у меня кружка называется одна на миллион даже не помню откуда она у меня появилась где я купила когда я купила зачем я ее купила не помню я обычно не хожу вот просто по магазинам не высматриваю там кружки посмотрю да ну вот так чтобы мне вот прямо вот все захотелось ее купить нет лишь бы купить и поставить чтобы чтобы у меня было у меня такого нет я и либо к откуда-то привезу либо ну очень вот одна которая у меня собачка это я купила в грине вот вот увидела и все она моя так ложим чайок иначе не заварится а когда я купила вот эту вот по моему она у меня я ее заказывала может быть я ее вы не заказала до где-то я ее заказывала эту кружку но я сейчас сейчас я не помню так о чем же мы с вами говорили вот так вот так вот у меня мозги работают я перепрыгиваю с одного с одного на другое и когда потом вот пристроили эту кухню она была уже не деревянная дом-то деревянный это после того потом уже вот мы это самое когда я уже с васей жила тогда я купила кирпич и он обкладывал дом кирпичом а здесь были стены такие мы все время и красили вот здесь вот на этом месте где у меня мойка здесь у меня стоял бурак но до бурака еще стояла печка когда я совсем маленькая была здесь была печка русская она вот так вот газа ж тогда не было она печка это было вот до сих пор вот так занимала огромное пространство на кухне и ну как там вот так вот вырезано было посредине бабушка булки пекла там а внизу тоже был дыра там такая я не знаю для чего она сделана у нас там кошка всегда котенилась вот и еще был была лежанка сверху на этой печке я помню я туда просила сюда посадите меня я там полежу погреюсь вот интересно конечно вот это вот все вспоминать вот это вот все было но как вот до этого вот как это все пристроилась как это построилась я не помню так чему я все это начала рассказывать к тому что вот этот вот угол к которому пристроена ванна он почему-то у нас сюда сырел но ведь у нас дом построен на здесь когда-то болото были потом их осушали так мне рассказывали это единственное что я знаю что было до того как а вот и с той стороны у меня вот где у меня окна выходит там когда вася у вот обкладывал кирпичом он там копал он говорит что там еще и фундамент какой то есть под землей фундамент вероятно тут другие какие-то дома стояли а потом уже вот после войны уже это бабушки дали вот этот вот участок где можно было дом строить и вот этот угол всегда у нас какой-то влажный не знаю может там вообще у нас тут кругом подземные эти воды и вот он всегда у нас плесневал ну конечно вот когда уже обито это все обклеена то там вот я не знаю кухню поставили она так плотно стоит что ее не выдвинешь потому что вообще мне ее когда мне ее делали я же на заказ заказывала и здесь получилось что мне здесь осталось свободное место до стенки потому что там трубы идут вот эти вот обогревательные а там еле впихнули и залезть туда посмотреть в тот угол что там делается неизвестно сверху то сухо значит но если было наверное мокро то наверное уже и выше было мокро но пока то вот так так но вот это рассказала вот это рассказала вот это рассказала так надо попробовать чай уже уже заварился а как чему я вообще это все ввиду к тому что вот нарвала я полыни вы знаете я не слышу или это мой нос такой совсем стал нечистительные после болезни или это полынь уже не пахнет ничем вот и вот когда у меня вот там вот в углу по весне уже который год как весна наступает у меня оттуда начинают выползать мурашки мелкие мелкие мурашки но они по всей кухне не ползают а именно вот там вот вот возле дверей возле ванны они там копошатся тогда ну и я покупала специальное такое средство но в этом в шприце туда заливала вот подняла вот эту вот заглушечку бросила так муравей конечно пропали все они пропадают но она мне сказала положи ты там рядышком полынь если у тебя какая-то живность вот вылезет там эти вот земляные блохи бывают потом что еще вот мурашки что еще может выползти такое в дом заползти слизни у нас одно время как то вот ни с того ни сего смотрю это самое слизень ползет откуда он берется когда на деревянный пол у нас был пол раньше в доме деревянный потом еще ложили дсп там нигде нету никакой дырочки в полу потому что дспш она ровная впритык все потом закрашена это поласы лежу лежат или ковры на полу потому что у нас пол холодный ну вот ну откуда появляется слизень главное вот такие вот когда вот сыра сыра на улице непонятно но на ногах же я их не приношу я же вижу что я бы видела если по меня на 1 на этот на ботинок допустим заполз слизень какой-то я его принесла вот так вот это мне она сказала вложи положи вот эту самую полынь и говорит они все уйдут потому что полы не нравится этим вот этим вот этим всем тварям не нравится этот запах ну вот я вырастила полы из того кусочка что меняла привозила но не знаю может быть вот так вот такой вот осенний букетик поставить то ли на пол куда-нибудь положить после лежит лежит но потом на полу когда он лежит он начинает обсыпаться немножко и надо бесконечно подметать не знаю но вот нормально во всяком случае вот ходила несла туда грабли за за дом и подошла и нарвала может может сейчас вазочку поставлю пусть постоит ну вот немножко с вами поболтала с утра теперь что-то у меня совсем я это самое обленилась обычно я всегда видео готовлю сегодня на завтра чтобы утром встать утром уже его открыть часов всем сколько это сейчас почти 10 а теперь что-то вот вот видите уже 10 часов а я еще только на сегодня на сегодня там соберу несколько кусочков которые яра как-то снимала и соберу в одно видео вот так как-то не получается но нет ничего интересного никуда бегала бегала я по магазинам а сейчас как-то думаю ну что каждый день ходить там же ничего нового не появится чего тягаться ну вот недельку-другую подожду а потом может быть фикс прайс да мне должны прислать на вал берис там заказ мой вот тогда там эффект прайс зайду может быть что-то потому что я так подумала что мне надо было по маленький календарик такой на магнитике отрывной вот у меня такой есть а в прошлом году купила очень удобно когда надо посмотреть что-то здесь на кухне рядом вчера так заказ фаберлик я не сделала даже вообще почему-то не могла зайти на страницу что-то там какие-то перед передвижки зато посмотрела этот новый каталог российский кто-то выложил там я посмотрела его уже будут календари будет будет порошок но это наверное будет будет он наверное не пропадал в россии порошок от больших этих пакетах мне так хочется этого порошка потому что в этих пакетиках коробочка которые покупаешь как-то он быстро заканчивается этого мне всегда надолго хватает его чуть-чуть надо и он хорошо стирает но какая у него будет цена кто его знает знает не знаю во всяком случае у нас сейчас опять будет работать тот предыдущий каталог 15 а мне там ничего не надо но мне там ничего не надо я и делаю это заказы только потому что кто-то из девчонок что-нибудь попросит может быть и уже давно бы бросил об это все потому что насколько можно сколько можно покупать этого всего для посуды купишь надолго хватает для туалета купишь тоже надолго хватает каждых три недели я это все не скупаю вот не знаю не знаю что делать не знаю все уже собиралась брошу 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 а потом иду мимо светы по рынку она ой мне надо это мне надо это ну ладно закажу раз надо люда тут просила шампуней заказать заказать не могу не будешь я один шампунь заказывать надо сделать заказ полностью а того что света просила того нету на складе надо ждать так что не так что не знаю пока что не знаю зато жидкость свое заказала на валдерис нашла 5 штук за 570 не дешево конечно но дешевле чем все остальные продают все остальные одну бутылочку продают за 45 рублей а этот за 65 бутылок но вот это это приемлемо но что делать нельзя же нельзя же ногти оставлять облезлыми и что там что-то мне там мешает под стул ладно девочки допиваю я свой чаек пойду я соберу видосик этот свой и что буду делать переоденусь во первых потому что вот пришла чая напилась и мне как будто жарко в такой одежде дома не могу ходить не же топится меня у меня тепло дома не дома тепло вот пока мои дорогие до следующего видео всем вам всего хорошего мира здоровья благополучия а я с вами пока всегда